Такой момент, что бизнес-счет, он не будет являться вашим, как сказать, стартом для формирования вашей кредитной истории в Америке. То есть, если вы собираетесь остаться здесь надолго, хотите, чтобы ваша кредитная история начала подниматься, то вам необходимо открыть личный счет на себя в этом же банке и просто делать трансфер, перевод со своего бизнес-аккаунта на личный счет. Соответственно, это поступает деньги моментально, делается все через онлайн-приложение, но при этом, грубо говоря, вы рассчитываясь уже своей личной картой на заправках продукта и так далее, то есть, вы показываете движение средств, какие суммы у вас входят. Буквально через два месяца вы можете прийти в Банк Америка и предоставить, как бы они увидят ваше движение средств, и они вам могут дать кредитную карту. С бизнес-карты такого варианта не пройдет, поэтому хочу заметить такой момент, он очень полезен. Это, опять же, я разговаривал с сотрудниками, все эти выяснял нюансы. Так что такая полезная информация для вас тоже будет. Я сам лично прошел все эти стадии, столкнулся с этими немалыми трудностями, и поэтому я вам все рассказываю, все подробности, и на самом деле это все, как бы, все существует. И есть такие вот нюансы, которые необходимо учесть вам. И брать вот эти сроки на оформление, как я говорил, это в районе полутора, на фирму, еще плюс счет, в среднем где-то, берите дней 10-12, чтобы вы начали спокойно работать. Берите такой запас времени. Это был канал Мигрант Медиа, меня зовут Андрей, и я всегда вам буду помогать, чем смогу. Всего доброго, удачи, на связи.